Ходят слухи о неких цветках, которые очень ценятся народом Мидгарда. Они не растут в лесах, как обычные цветы. Их можно получить при помощи магии и найти в темных сырых гробницах. Печка ТВ представляет Призрачный цветок. Ну чё, как там дальше? Детстве я мечтал стать бардом. Да я в курсе, в курсе. Мужчин, поздняк метаться. Два призрачных цветка. Скоро буду. Всем огромный привет, с вами Харди и мы продолжаем. Скол! Скол! Это Фростборн, суровый мир викингов. В преддверии обновления, в преддверии четвертого сезона, чем мы занимаемся. Кто-то просто воюет, кто-то рейдит, кто-то зачищает светилище Одина. Ну а я продолжаю прокачивать район. Район во Фростборне очень важен и нужен. Помимо стандартных крафтов, которые он тебе открывает, Соответственно, надо качаться до предела. Предел района 185 левел. Но крафтовый предел, это 111. Ты сможешь делать комплект бронезачина и бомбу северян. И с новым обновлением нам добавятся руны. Чем выше твой левел района, тем больше рун ты можешь, значит, вставить в персонажа. В общем, это важно, это нужно. Конечно же, конечно же, самое главное, не сказал. Чем выше твой уровень района, тем больше возможности у тебя устанавливать двери. Ну и, соответственно, защитить свой дом на максимум. В общем, прокачивать район нужно. И для прокачки района периодически нам требуются призрачные цветки. В этом видео мы поговорим именно о них. Для прокачки района это первая тема. Ну и вторая тема, я нахожусь прямо рядом с этим верстаком. Стол алхимика. Призрачные цветы. Участвуют в крафте самой крутой бутылки в игре. Зелье. Развеивание. Снимает негативные эффекты, временно защищает от них. Это то, что вообще, ну как бы в бою, в пвп против других игроков, без нее, да, ничего тебе не светит без нее. Пять цветков аж нужно. Это первое. Ну и второе, при прокачке района. Сколько всего их надо для прокачки в топ? Можно посмотреть вот на этом скриншоте. 285. 285 призрачных цветков. Если ты собрал их 50, 60. Блин, можешь заранее собирать как бы побольше, да. Потому что их потребуется еще дофига. Это с первого по 185 левел тебе потребуется. Где их можно найти? Растут они только в гробницах. И второй способ создать с помощью магического верстака. Два огненных цветка на один призрачный. Сколько их конкретно растет в гробницах? Ровно по две штуки. Всегда. И туда мы сейчас отправляемся. Какие именно нужны гробницы? Любые, которые находятся в оранжевых и в красных местах. Лесная локация, либо горная. Без разницы. В зеленых локациях скалы Бальдра и Шепчущий лес нету гробниц. Не придумали еще. Ну и ну и. Самую простую гробницу ты в курсе. Она безопасная. Она для того, чтобы мы ознакомились вообще. Что это и почему. В районах Нового Хейма идем самый популярный соответственно. На площади стоит статуя. Статуя основателя. Тайная роща, конечно же. Находится под защитой одного из ярлов Нового Хейма. Стычки между игроками здесь запрещены. Слушай, это самый банальный способ, где можно брать цветы, если у тебя не так много свободного времени игрового, да? Через тайную рощу я практически все свои цветки нафармил. Серьезно. Но мы, конечно же, сейчас с тобой прошвырнемся по всему Мидгарду, да? По всей карте. Здесь, конечно, также есть достаточно много сундучков. А если конкретно аж 4, в которых могут быть и кожные полосы, и все-все-все подряд, да? Но нас с тобой интересует именно она. Гробница. Они все так выглядят. Они так все выглядят? Да, они так все выглядят. Вот она. Гробница в красной зоне, она чуть-чуть посерьезнее будет, чем вот эта гробница. Как они выглядят? Посмотри на карту. Синенькие цветочки. Давай я без тебя их соберу. Их всегда по 2 штуки. Всегда по 2. И вот он, второй призрачный цветок. В красных локациях их тоже 2. Если задаться целью, то не так сложно их собирать на самом деле, да? Проходить гробницу можно хоть с первым посохом. С каким? С посохом помощи. Эти ролики уже давно выходили на канале, но ты всегда можешь посмотреть в плейлисте Frostborn, да? Ну то есть, когда я только начинал играть, естественно у меня ничего не было, да? И я учился проходить как-нибудь. Это заведение проходится достаточно легко. Вот этот босс убивается по определенной стратегии. Ну да, тут по-хорошему вообще все лутать надо. Но сейчас речь не об этом. Есть лайфхак с твином. Что такое твин? Это дополнительный твой персонаж, да? Если я сейчас зайду в семью, грубо говоря, к своему твину, я могу еще одну тайную рощу зачистить. И так можно делать каждый день. Потратить 10 минут 4 цветка будет. Это если не бегать по всем остальным локациям, где возможны пвп. Наконец-таки. 104 район. Если ты примерно к этому левелу подбираешься, можешь запомнить, да? Что на 104 будет 20 цветков. И до 111, до вот этого 111 левела, да? Будет еще 20 этих цветков. Озеленение. Точно не помню на каком уровне, но ты всегда можешь посмотреть вот на этом фантастическом сайте. Ну вот, собственно. Озеленение на 109 левеле будет. Район также дофига что дает. Если ты прошлое видео не видел, посмотри. Я показал самые такие знаковые моменты. Ну, у тебя будет своя тайная роща, да? Запускаться здесь. У тебя котел будет, который будет на 100% больше очков мастерства приносить. И это вообще жесть. Также у тебя будет улучшенный лут в святилищах. Да-да-да. То есть, блин, дофига делов. Вот этот мужчина будет больше давать. Тебе серебра и т.д. и т.п. Расширенный банк. Короче, район прокачивать надо. Сейчас я на скоричок быстренько попробую вбить. Мне кажется, у меня будут ресурсы, чтобы дойти как раз до этого озеленения, где надо будет еще 20 цветков. Банк 13 левела. Чуть-чуть осталось. А пока я бегаю, давай глянем. Нам добавили вот такой фантастический набор кочевника. Че в нем фантастическое? Да, это грязь. Здесь есть огник. Здесь есть кинжальчик огненный. Посох гнева. Ну и так прицепом, да, коники, коники, коники. Что такое коники? Да это вообще, я про коников помолчу. Давай купим вот эти 6 наборов. Открываем. Коники очень серьезно усиляют тебя. Ёлы-палы, грязь. Вот так вот сразу волка выбили, да? Это хорошо. Оп! Этому я тоже очень сильно рад. Огненный лук, да. Он не может быть, нет. Еще одного волка. Слушай, мне так на волков прет, реально. Я не знаю почему. И кинжальчик. Ой, хорошо вообще. Неплохо, да? Мне кажется, неплохо. Дикую лошадь и двух волков выбил. Более чем достаточно. Ну, что там дальше? Что там дальше? Что там дальше? А что может быть сложнее, чем призрачные цветки? Слушай, ну, серебро. Ха-ха, блин. Да. Для фулл прокачки района 25-35 тысяч серебра. Сколько там? Короче, это дичь. Серебро это жесть, конечно же. Шипы второго уровня. Тупо жителей больше, да? Ну-ка, че тут? 108-й. И потом будет он. 109-й левел, где опять же нужны призрачные цветы. И еще плюс один. Гребанное озеленение. Вообще жесть. Вонючих деревьев понасажать. А сколько надо усираться? Ужас какой. Вот оно. Мы дошли, блин. 109-й левел. 20 призрачных цветков. Ну, кстати, да. Алхимический порошок тоже достаточно редкая штука. И 420 серебра. Блинчики. Ну что, поехали? За призрачными цветами. Откуда начнем? Давай прям вот с леса великанов-пеликанов сразу и начнем. Где гробницы есть? Везде. И в одиночке, и вместе с друзьями. Пошла жара. Хорошо. Мужчина, отвали, блин. Так, ну что, крадемся, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь какой-то мужчина. Я кого-то нашел. Чем отличается это от тайной рощи? Ничем, кроме как здесь вот такие обезьяны бегают, которые тебя будут пытаться наказать. А так все то же самое. Да, они не всегда попадаются, гробницы. Но если ты готов бомбить все-все-все, то они будут. Ну то есть красные локации, не красные. Ой, смотри как хорошо. Прямо сразу заходим. Конечно, если ты хочешь безопасней, тогда вот так вот отключи пвп режим, да? Ну то есть зачем тебе? Вдруг придет мирный мужчина, и вы спокойно с ним вместе как-то что-то будете тут решать. Но если ты агрессор, тогда идем в агрессивном режиме. И вот он первый призрачный цветок. По-хорошему, конечно, тут все надо забирать, да? Давай, друг, открывай, блин. Там уже бомжи ждут. Привет, бомжи! Естественно, красная локация, она чуть сложнее. Мужчина? Драук-ма-драук. Колдун-ма-колдун. Не-не-не, друг. Да ты что, орешь что ли? Капец ты бомж вообще таким быть. О, кстати, а что я? А где призрачный цветок? А нету. В общем, расположение этих цветов, оно тоже всегда одинаковое вообще. Ну, если ты запомнишь, да, их. И-и-и. Да, тот самый алхимический порошок. Да, мне, конечно, надо было выложить, блин, заплечную сумочку. Не делай вот этого. Не повторяй того же самого, как я. Вот это как балбес. Не надо с заплечкой бегать. Ее нельзя забрать. Блин, а ты представляешь ее потом лутать? Это же вообще дичь. Ну, то есть, если ты проиграешь бой, да, парам-пам-пам, начнется жара как бы. Все собирать я здесь выгребать не буду, но, думаю, посыл понятен, да? И пошла жара дальше. За плечку выкинуть нам надо, да? Ой, как я не хочу этого делать. Когда сейвить лут? Ну, то есть, то есть, да? Бегать домой, вот это все выкладывать, сохранять, сам смотри. Тут уж каждый сам решает. Когда тебе страшно, когда тебе и не страшно. Вышел, ушел. Ооо, что это? Персей. Да! Мужчины, блин, их целых два, да? А я один, ну, ничего страшного. Они торгуются, походу. Представляешь? Почему я так решил? Ну, они типа это, пытаются словиться в локации. Так, ладно, круг почета сделали, пойдем. Мы все-таки охотимся за призрачными цветами, да? А не за людьми. Вообще, очень быстро все происходит здесь, да? Энергии нету в игре. Поэтому, поэтому. Можешь делать сохранение, хоть каждый вообще облуд гробницы. Это имеет смысл? Конечно, имеет. И, обрати внимание, чик и готово, да? Бау-бау-бау-бау-бау. То есть, что это такое? Это ящик-помойка. Мы говорили с тобой об этих фантастических сундуках помойных. Чик, да? И все. Потом, соответственно, будем это безобразие разбирать. Если у тебя таких два будет... О, видишь, я же тебе говорил, помойка. Баблиночки. Только разве что не воняет от него, да? Говнищенки. Вот, помойка это супер. Так, ну что, поехали дальше. Лес великанов-пеликанов. Мы облутали. Все. Ждать вообще нефиг, короче, в нем. Ну, ты понял, да? Сколько? Пока не перезагрузится. Грубо говоря, там, 15 минут. По идее. Дальше лучше иди в клыки гарма. Соответственно, тоже оранж, да? А потом уже красный выщелкиваем. Лес теней, лес теней. Лес полный теней. Вот тут уже интересно, да. Тут уже мужчину можно в, значит, фиоле встретить. Парам-фам-фам. То есть, отъедем очень быстро. Это уже интересно было. Ой-ой-ой-ой. Это был бот. Ой, это был не бот. Нифига себе. Блин, я такой негодяй, да? Можно ожидать мужчину, что он сюда придет. Мы на этот, значит, повод, друзья, уже говорили. Как бы я даже лутать человека не буду, да? Скажи мне, я негодяй? Мне кажется, я не негодяй. И это блинчики-викинги. Это такая игра суровая. Я вижу человека. Я его не буду трогать. Он прибежал как бы за своим лутом, да? Пускай собирает. Ну, чё, блин, правда. Это вообще гон. Важно вот что. Если ты встречаешь какого-то голого игрока, который на конике катается, он может позвать кого-нибудь из семьи, из друзей. Ну, ты понял, да? И на тебя придут заведомо уже в более сильном шмоте. Имей в виду. То есть я в сине, да? А на меня придет фиол там какой-нибудь или... Ну, ты понял, да? Поэтому-поэтому. Как бы имей в виду. Живые люди, они умеют стратежничать. Возьмем грибочек. И давай в гробницу. Главное, чтобы он не заметил, что я зашел. А то сейчас кого-нибудь позовет. Красненькая. Отличается ли? Ну, конечно, отличается. Цветков здесь все так же два. Но они здесь посерьезнее мужчины. Красивую зачисточку, да? Сейчас сделаем. Да ты чё, блин? Вот обезьяна, а? Глупый ты, блин, прыгун, а? Ха-ха, блин. Мужчина, я в шоке. Вот так. Вот так, хорошо. Ну, кто так прыгает, а? Ну, кто так прыгает? Кстати, смотри, я как оболтус потратил просто фантастический барьер, да? Ради чего? Ради каких-то... Не делай этого дел... Не делай. Конечно. Мы с тобой во враждебной зоне. Это раз и два. Мы с тобой, знаешь, заявили, что... Я, блин, викинг, воюю. Ну, короче, ты понял. Он, 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 идет кто-то. Кито там. Я не буду его даже трогать. Вот. Может ли этот мужчина сейчас кого-нибудь привезти сюда? Может. Он сам может банально сходить, одеть фиол и вернуться. Ты понял, да? То есть в такие моменты действуй резко. Как? Как понос, блин. Быстрый, резкий, как понос. Серьезно. Смотри, потому что это... Это так банально вообще. Давай, поставим минку так это. Ну, чтобы хоть это... Хотя не знаю даже, чем она меня спасет. Подальше ее надо было. В общем, действуй быстро, когда подобная ситуация возникла. Ой, блин, что сделал, а? Так, ладно, давай, заюзаем барьер. Я сейчас просто просажусь. Мне это вообще вот не надо. Да, мужчина, стоять. Чего ты переживаешь? Не переживай меня, не переживай. Смотри. Красные локации отличаются, соответственно. Вон, высший драук-мечник. Да, тут такие прикольные пацаны. У него обилка раз в определенное время. То есть по фактику, да? У него ничего такого сверхопасного нет. Ну, как бы лучше не попадаться, конечно, под эту обилочку. Чик, хорошо, да? Синюшечка, все дела. О-о-о-о! Летающая обезьяна! Блин, ну что ты, что ты, что ты, блин? Такой серьезный мужчина и так прыгаешь, рука жопа. Так, где... Меня могут ждать наверху? Слушай, если будет, это так будет классно. Он такой, значит, это... Шпион, да? Пришел в трусишках, оделся и ждет меня наверху. Я бы, честно, не стал в свое время драгоценное тратить на такой бред. Но теоретически, да, это возможно. Выходим. Два цветка в кармане. Взял, убил, короче, да? Нашего, блин, этого нуба, ты понял, че? Кито там. А, все, все, не трогаем. Да я не трогаю, не трогаю, блин, все. Ну, а че голожопиков трогать? Цветочек какой-то вонючий брать. Я вообще не знаю, это такой бред, блин. А вот тот мужчина, он наказал этого мужчину. То есть мы с тобой выступили в роли благородного рыцаря. Ха-ха, класс, поехали. Да, изначально задумка была у меня, значит, 20 призрачных цветков, да? Ну, я вот сейчас, короче, это вообще капец. Ну, ты понял, да? Ты понял, че? Как это утавительно, это жесть вообще. Не бойся, не бойся ходить в пвп локации. Можно сосать? Да, конечно, можно, блин. Всегда это можно. Ну, не так, как вот вообще прям, да, что прям, оооо, придешь и стопудово ты будешь... с кем-то там сражаться. Ну, ты видишь, да, где? Клыки гарма. Давай мы закончим нашу славную историю в клыках гарма. Только бы гробни... Так, все, надоело. Бежим ртом вперед. Это опасненько? Ну, как бы, если мешается парень, то это достаточно опасненько. Может быть, это бот, кстати. Че я радуюсь? Может, это бот. Он такой агрессивный, он красненький, да? Поехали. Вперед, мой кабанчик, вперед! Слава нас ждет. Вальхала уже заждалась? Вон он, вон он, вон он. Ртом вперед бежим, пофиг. Он на маунте. Тать, че, серьезно? Ой, какой у тебя нехороший ник. Я бы его не трогал, но вот зачем так себя обзывать? То, что забрали в бою наше, да? Мне не нравится такой ник. Что такое вообще? Я бы даже не стал, вот честно, его бить. Тратить топор свой на него. Если бы у него какое-то имя было. Клыкигарма, клыкигарма, клыкигарма. Клыки... Ой-ой-ой-ой. По идее, ртом вперед вот так не надо бегать, как я бегаю. Здесь в кустах кто-то есть. Ой, ёпалки-палки, хорошо, его облутали. Я не за цветком охочистый, понял? Ну, это бред, да? Вот так красится. Ты понял, да? Что я уже не за цветком охочистый. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот. Искал приключений и нашел. Н-да. Слушай, я мог убежать? Конечно мог, да? Это семейная локация. Если ты соло-игрок, имей ввиду, когда ты на семейной локации, вот такими стадами бегают в основном. Почему? Они, если бы бегали голожопиками, да? Ты их встретишь либо в соло, либо они большой толпой собираются. Потому что им страшненько. Но мы-то с тобой викинги, нам вообще все пофигу, правильно? Но да, смотри, нельзя недооценивать. Почему? В игре существует профессия. И если профессия третья-четвертая, блин, да этот игрок опасен даже с обычным вонючим посохом. А у них все-таки был синь, да? Все три синее оружие. Вот, я достаточно быстро стек. Я красиво начал, как бы. Ну, не было там вариантов. Надо было просто не влезать в подобный поединок. Ладно, ничего страшного. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Надо было от темы не отталкиваться и в гробницу спокойно спускаться. У меня шансы были в гробнице, да? Мин наставить и уже так воевать. В общем, если тебе попадаются три игрока, блин, ну, если есть возможность, сваливай, да? Не надо принимать бой. Мне просто неинтересно. Мне интересно пока еще посмотреть, че ж будет. Ха-ха, тип того. Вот. В общем, удачи тебе. Если понравился ролик, конечно, оцени лайком. Подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Ставь колокольчик и не пропускай новые видео. Чик, чик, чик. Хорошо, да? Манекен такого не дает, блин. Чего? Да вот этого. Это называется в моем понимании, друзья, быстрый сбор. Вот так вот. В общем, пока-пока. Эх, негодяи, а. Хотя бы двое было бы, блин, уже б наказал.